Я со студентами на «Вы», я буду с вами на «Вы». Она мне сказал, что если ты будешь это делать, меняй фамилию. Он там работал в лучшем театре того времени, он везунчик, он был женат на француженке, да еще на какой француженке. Я пришел на пробы, я вижу, как он тухнет. Я получил за эту картину, поверьте мне. От кого? От людей, от друзей, от самого людей, которых я знать не знал, но которые как бы знают, как снимать кино в «Провословском». Всем привет! Это тринадцатый выпуск программы «В Девре». Я говорю шепотом, чтобы не спугнуть удачу. Вон они, три машины, которые участвуют в наших сегодняшних покатушках, и наш главный герой Никита Высоцкий. Пока удачи на его стороне. Поехали назад потихонечку. Сейчас, не залезу. 10 километров идеального вождения сквозь болото, лес и вот такую просеку. Создаем новые впечатления для известных людей. Это «В Девре» номер тринадцать. Поехали! Это блокировка заднего дифференциала. Она нам потребуется при преодолении наиболее сложных участков. Либо какие-то болота, либо затяжный подъем, еще что-то. То есть, чтобы меня тащили только передние, что ли? Не, наоборот, чтобы задние оба колеса, правое и левое, вращались одновременно. Одновременно. Да. Это понятно. Сейчас мы этого не нажимаем, но если что, если попадем в беду. Простое бездорожье, небольшие лужицы, поле, даже небольшая колея – это все мы преодолеваем в том режиме, который есть сейчас. Никит, мы с вами на «вы» или на «ты»? Кирилл, я со студентами на «вы». Вот. Так что я буду с вами на «вы». Хорошо. Просто чтобы подчеркнуть значимую ситуацию. Ну, вообще, на «ты». Хорошо. Ну, начнем с «вы», а дальше как будет. Хорошо. Что в жизни получается лучше всего? За что Никита Владимирович Висосский может сказать «Ай да я»? У меня очень хорошие дети. Я пишу по временам хорошо, я могу преподавать хорошо, я руковожу музеем отца своего много лет, на мой взгляд, хорошо. Вы режиссер и актер и продюсер что ближе, вот из этих трех амплова? Думаю, что я ни то, ни другое, ни третье, но вот именно вот на стыке вот этих вот несостоявшихся моих специальностей, потому что я по профессии я актер. Ну как, актер, который не работает в театре, как бы, ну это довольно странный актер, да? Режиссер, который при этом, у него трудовая книжка лежит в музее, где он числится директором музея. Тоже довольно странный персонаж, такой продюсер, который, ну не знаю, во всяком случае не умеет на своих проектах заработать так, чтобы, в общем, было все хорошо. Тоже такой продюсер-любитель, да? Теперь вот как стоим, так же прямо заскакиваем. То есть колеей, вот эту колею левым колесом берем, а так по траве, да? Да, 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 да. И не опрокинемся выдавать. И прямо на драйве, да, вот надо стараться подняться ровно, перпендикулярно склону. Значит так, я ставлю сейчас на драйв, у меня стоит на S1, да, вот на этой фиге. И можно сразу блокировочку вот эту включить красненькую, да, да. Нажимаем, то есть надо сейчас газовать. Прямо газовать? Ну, газовать, да, не прямо тапку в пол, но больше чем на половину педаль нажимать. Ребят, у вас работает камера? Я буду мутериться сейчас, но о чем мне делать? Все, это то, что нужно. Угу, так, так, хорошо, супер, 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 все, вышли. Отлично. Гениально, Никит. Это начало. Я просто, я абсолютно, я чувствую себя лишним в этом. Все отлично. Машина едет, сама думает. Пробожаем. Да, где те красные флажки, которые возникают, когда начинают обсуждать биографию отца при вас? Ну, одно из таких вот, как бы, ну, вещей, с которыми я не могу согласиться, да, что вот он, как бы сказать, вот такой везунчик, в общем, не делайте из него страдальца, там, я не знаю, еще что-то. Там работал в лучшем театре того времени, он везунчик, он был женат на француженке, да еще на какой француженке, мы там о Болгарии мечтали, а он во Францию как к себе домой ездил. Вот, и вот это вот такое ощущение какого-то, на такого хлыща, заранее уже сформированного человека, который рассуждает, или у группы людей, или которые снимают о нем кино, или какую-то передачу. Вот, и это, и дело, и не докажешь, вот самое страшное, опять же, я не считаю себя, так скажем, вот, как это называется, таким вот полномочным представителем Владимира Высоцкого на земле, вот он там, а здесь вот есть такой Никита, который будет говорить, вот так можно, так нельзя, это, 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 это неправильно. Для вас имя отца, это был пропуск кино? Пока отец был жив, у меня мне в голову не могло прийти, что я бы пошел, вот, и, и когда я, только вот, он умер, и я вдруг понял, я хочу этого, я люблю этого, я очень повзрослел сразу после его смерти, там, буквально за несколько дней, и мне все отцовские друзья, все говорили, не делай, а Марина, она человек достаточно такой, я не скажу, ну, такой жесткий, да, такой не по-женски жесткий, так по-мужски жесткий, она мне сказала, что если ты будешь это делать, меняй фамилию, вот, ну, то есть бога ради, говорит, но меняй фамилию, ты утонешь, ты не сможешь, и так и было, я меня, допустим, увидел в театре Говорукин, который знает меня с детства, знал, к сожалению, его нету, да, и говорит, слушай, я тебя беру, он делал такую картину, по-моему, назывался рабочее название брызги шампанского, я тебя беру, ты слушай, как это у Володи, такой сын, я пришел на пробы, я вижу, как он, как он тухнет, как он тухнет, не потому, что я плохо что-то делал, а именно потому, что он, как сказать, он друг-то Володин, а не мой, да, и он меня не взял. Спасибо, что живой, вы не скрываете, что несколько поворотов в этом фильме были лодом фантазии, вы не жалеете о том, что сняли наполовину, или по вашему сценарию, и вы спродюсировали наполовину сказку? Не жалею, потому что это художественное кино, в художественном кино важна не только и не столько правда-факта, хотя надо к этому осторожно относиться, сколько художественная правда, а художественная правда, она возникает, у нее особые законы, вот, отец мой говорил, и мне нравится, я повторяю, в каком-то смысле, пусть это воспринимается как индульгенция, он сказал, что такое творчество, он говорит, 10% это факт, это твой опыт, это то, что было на самом деле, это 10%. Я получил за эту картину, поверьте мне. От кого? От людей, от друзей, отца моего, от людей, которых я знать не знал, но которые, как бы, знают, как снимать кино про Высоцкого лучше, чем я. Главная претензия к какому эпизоду была? Ну, главное, понятно, ко всей этой истории с лекарствами. Со мной тут очень человек известный и богатый, и вот, поскольку он богатый и известный, его по телевизору показывает, он считает, что уж как кино-то снимать, он знает точно лучше, чем я, или как про Высоцкого снимать кино. И он сформулировал такую, как бы, претензию, которую многие тоже озвучивали, но он четко очень сказал, что он говорит, Высоцкий это песня, и песен мало, и зачем вы ушли от того, что могло принести радость, я не знаю, деньги, там и так дальше, да, То есть вы ушли, мало песен надо было делать, фактически клип на несколько, там, супер песен Высоцкого по принципу фильма Аппа. Сейчас, 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 я куда-то улетел с вашим вопросом. Ну, он бы сегодня был востребован, вот, во времена рэпера Гнойного, во времена криптовалюты? У него есть свое место, причем это место не только на полке среди, там, классиков, там, среди поэтов Серебряного века, или его современников, там тоже были замечательные поэты, его называл лучшим поэтом Советского Союза Бродский. Так, на одну секундочку, правда, когда Бродский уже уехал, в этом был такой легкий, ну, такой, просто, так это такое подмигивание Бродского, потому что Советского Союза, а все-таки в Америке есть еще один поэт, да, уж точно не хуже. И он к нему очень уважительно относился, как это ни странно. Ну, не странно, мне не странно, но многим-многих это удивляло. Вот, я думаю, что его место, оно, оно вряд ли бы изменилось, вот так скажем, в связи с Гнойном, или в связи с техническим прогрессом, в связи с какими-то политическими изменениями. Музыкальное наследование, наследие отца, вы правоприемник, по какому принципу вы даете разрешение на использование музыки? По принципу, опять же, что на это имеют право все, но при определенных условиях я не всегда согласен с так называемым соавторством новым. То есть, грубо говоря, существует песня Высоцкого, да, человек говорит, а я написал музыку, она лучше, чем у Высоцкого. Вот, я очень часто, я в такой ситуации говорю, ну, если ты такой прекрасный, ты напиши еще и текст свой, да, и со своей музыкой. Просто произведение, особенно у Высоцкого есть стихи без музыки, но произведение, оно, оно цельное, да, музыка, слова, это и есть песня, да. То есть, нельзя, на мой взгляд, не всегда можно предлагать себя соавтора Высоцкого. Конкурсы исполнителей, когда импровизация практически на каждом шагу, Вы могли бы подойти к какому-нибудь топ-исполнителю, да, известному актеру, музыканту, сказать, старик, лучше так не надо. Вы знаете, иногда подходил, причем, ну, тоже, опять же, понимаете, вот творчество, такое дело, надо подсказывать, вот, надо подсказывать, когда точно знаешь, как надо. Мы сейчас уделаемся в этом фильме. Началось. С Мариной Владимирович вообще никакой-то есть? Ну, нету, к сожалению или к счастью, не знаю. Когда она сказала, кстати, что не сменив, сменив фамилию? Это был очень короткий период, когда отец умер. Вообще у отца было очень много таких вот людей, которые вот сейчас друг другу просто руки не подают. Ну, некоторые померли уже, да, поэтому не подают. Но которые были совсем разные, да, и в этом смысле это не то, что он был там неразборчивый, или он был очень разный и ценил в людях что-то вот, ну, что-то свое. Отец пытался наладить, вот, там, он знакомил нас с Мариниными детьми, там, выходили куда-то на какие-то катки, там, еще вместе. Не получалось. Не из-за ревности просто не получалось. Просто разные, совершенно разные представления о жизни и у них, и у нас, и у Марины. Не было никаких отношений. Мало с ней общаюсь, я уважительно к ней отношусь, и не только потому, что она жена отца моего, потому что, действительно, ее есть за что уважать, она при всех, там, вещах, которые там есть, ну, для публичности, вот этого глянца, который абсолютно не имеет никакого отношения с реальным человеком, да, у нее, вот ее, вот то, что она, вот какая она настоящая, но она крутая, просто, просто крутая. Вот вы говорите, про кого фильм делать, вот про нее можно сделать фильм. Она, она стоит того, она очень, очень сильный, очень цельный человек, да, при этом жесткий, при этом, и при этом она, она женщина, она женщина со всеми вытекающими, и, помимо того, что она необыкновенной красоты человек, но женщина вот в своей непоследовательности, в своей взбаумошности, упрямстве, а при этом вот такая, такая абсолютная цельность. Мирошниченко, она мне говорит, Ирина Петровна, по-моему, она мне говорит, ты, говорит, возьми ноги в руки, съезди в Париж, просто подойди, там, я не знаю, там, посидите с ней в кафе, там, поболтайте, я не знаю, как ты, я не знаю, ну, нельзя так, вот, че вы, вот, ну, не знаю, хватит ли меня на это, хватит ли ее на это, я имею в виду, это обида какая-нибудь, неприятие, это не обида, это как, то есть, ну, как вот люди друг друга могут, не залезу, залезу, не залезу, блядь, ах, не, 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 так нельзя. Вот тот самый отрыв колеса, диагональное вывешивание, когда форч висит на двух колесах, да, включаем заднюю, поехали назад потихонечку, сейчас, сейчас, Стас, сейчас мы здесь, заднюю и назад, понятно, можно окошко чуть приоткрыть, правое, ну, прямо руль и попробуем назад, да? Да, вот назад, да, вот, и все, оторвалось, еще назад, еще назад, руль, руль влево, руль влево, еще, еще влево, еще, 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 еще назад, и пробуем тихонечко, тихонечко вперед, Мы опять туда едем. Ничего страшного, чуть-чуть вперед. Прям не спеша, ну давай так, да. Все, вот, теперь руль до конца. Да, поехали, поехали, поехали. Теперь руль влево до конца и чуточку подальше, тут она выезжает уже, выезжает из колеи, выезжает, выезжает, вот, все, выехала, теперь руль. Право, да, выезжаем, теперь на меня, на меня руль. Все нормально, Стат? Если инструктор молчит, значит все правильно. Музей Высоцкого, ради чего надо идти? Например, есть инсталляция, про которую даже знатоки, да, они, так это самое, ну не знают, он много работал, такой был жанр, достаточно распространенный радиоспектакля. Например, Дон Гуанов, и он сыграл у Эфроса в радиоспектакле, и этого почти никто не знает. А у нас там есть целая инсталляция посвященная, он играл сухибатора, я всем, кто приходит, показываю, значит, как он играл сухибатора, который в радиоспектакле говорил, там какие-то тексты хорошие. Есть его гитара, есть магнитофон, на котором он работает, есть его кабинет, который состоит целиком из его вещей, в общем, даже у меня там начинает колотиться, когда я туда захожу. Вот, и это имеет смысл посетить. Мы делали ее, я, в общем, 23 года руковожу музеем, и это не первый проект музейный, который я делаю, это один из лучших проектов в Москве. Так, с музеем понятно. Начало, середина 70-х, а когда люди узнавали, чей сын Никита? Какие-то ништяки были с ним? Четыре года было мне, 68-й год, значит, отец был уже после вертикали, и, ну, понятно, сверхпопулярный человек. В 67-м году там с Аркадием ходили в ВТОшный детский сад, там, вместе с детьми других, там, актеров, там, я не знаю, режиссеров, художников. ВТО – это Всероссийское театральное общество. И да, там действительно бабушки, которые вот нянечки, они, мне кажется, они выпивали, вот они вызывали меня и говорили, ну-ка вот спой. Типа, вот, в четыре года ребенку там в шортах. Им казалось, что я должен сейчас, как отец, там, что-то такое дать. И мои родители, вот за что я им благодарен, и маме, в том числе, они очень хорошо понимали, что не надо нас одаривать и выделять из общих всяких детских дел того времени. Сейчас я посмотрю, что там. Это в дебре. Подписывайтесь, ставьте лайки. Мы сделали все, что можно. Попали прямо в самое месиво. И плюс деревья вот эти поваленные, они мешают взобраться нам, двигаться вперед. Поэтому у нас, получается, одно колесо переехало, дерево, второе нет. Это вот классический вариант, что называется, раскорячиться. Вот. Поэтому сейчас поможем лебедочке, чуть-чуть перевалим через эти деревья и поедем дальше. Правильно, вы мне подсказывали, давай с разгону, а я же этот самый. Я решил, что мы сейчас. Слушай, мне кажется, так хорошо еще не было. Переплывем. Лебедку и поедем. Что-то мне кажется, что можно назад выйти. Хорошо сидим? Хорошо сидим, да. Ребят, меня никогда не таскали лебедкой. Мне помогать ему или он сам потащит? Включаем драйв. То есть, не газуем, да? Немножко кладем ногу на газ, прям чуть-чуть, да, чтобы помочь. Как только машина сама поедет, остановимся, отцепим лебедку. Он должен затащить на дерево сначала, а теперь можно чуть-чуть газануть, да. Вот, все, отлично. Но еще задними колесами. Еще задними, да, да. Вот опять не газуем, не газуем. Меньше, 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 меньше. И руль так и держим, влево, влево, влево держим. Ага, все, отлично. Все, стоп, стоп, стоп. У меня были люди, которые там в той же школе говорили, что вот, там, мы любим Таганку, там, мы хотим познакомиться с твоим папой. Он меня научил, да, сразу, сразу, мне сказал, говорит, ты их спроси, а папа хочет? Ну, в смысле, он хочет мне вас знакомить, он хочет. И, говорит, отвяжется. Как изменилось отношение вот к его поступкам тогда и с годами? Мне 55 лет, я на 12 лет старше, чем он, когда он умер, да. Вот, и я все время, вот, как вы говорите, меняешь отношение, меняю вот это отношение свое. Я его не пересматриваю, но я все время к этому возвращаюсь. Наверное, там, мне казалось, когда, что вот там, я, допустим, ему звоню, до него было очень трудно дозвониться. И я обижался, особенно вот последние годы, ужасно, что он говорит, звони. Я ему как-то говорю, как звонить, как вот мне звонить тебе, если ты не берешь, тебя нету никогда. Вот, и он мне тогда, он мне сказал, он мне говорит, давай, во сколько это завтра? А у меня экзамены какие-то были. И он говорит, завтра, значит, в 7.30 сюда приезжай, просто ты посмотришь, как я живу. И он меня повез, и я целый день с ним ездил. И вот все, начиная от каких-то запчастей для машин, одновременно концерт, одновременно съемки, одновременно виза, замена, значит, денег, чтобы менять рубли на эти самые какие-то доллары там или франки. Он выезжать должен был, билеты, ничего нету, все с боем, все с какими-то скандалами. И он мне в конце, мы часов в 11 приехали, я ему помог там голову мыть, потому что не было горячей воды. И он на съемке. И он говорит, поедешь? Я говорю, папа, нет, я пойду. Я думаю, что в этом смысле он был воскресным, папа, я повторяю, он делал максимум. То есть больше не надо, больше было нельзя. Вот поэтому. И, конечно, семья для него была не главным, и главным для него, и об этом, кстати, картина, наверное, которую вот мы сегодня вспоминали, главным для него был вот это, не просто творчество там, сделать что-то и за это получить, а именно сделать, реализовать. Он чувствовал вот эту свою одаренность, как что-то, что его обязывает. Его обязывает сделать. Мне Золотухин говорил, что он, говорит, 68-й год, вот он написал, только-только написал баньку и охоту на волков, и он говорит, Валерка, говорит, я исписался. Я чувствую, я больше ни строчки не напишу. И для него это был ужас-ужас. Так, какая-то новая тема. Поехали. И теперь руль на меня. Отлично. Все, и налево уходим. Виртуоз. Ну да. Вы говорили о том, что после ухода Владимира Семеновича остались долги. Вам не обидно, что вообще вот так вот все повернулось? Грех жаловаться. Я вот сейчас, например, я очень долго не мог жить в этой квартире. Там жила сначала моя бабушка в 2003 году, мама отца моего, она умерла. Я не мог жить в этой квартире, и она стояла, и я оттуда все вывез. Вот сейчас вы меня забирали, ваши ребята забирали меня с Малой Грузинской, я там живу, прекрасная квартира, там, не знаю. Нет, не надо жаловаться в смысле, что я не миллионер. Да, это действительно как бы... А потом, может быть, вот это вот миллионерство, которое там могло бы теоретически вдруг оказаться, может быть, оно бы и, не скажу, попортило бы мне жизнь. Ну, да, во всяком случае, многого бы меня лишило. Это его качество, для него он зарабатывал, так как, наверное, мало кто зарабатывал в те времена, но он, ну, например, там есть такой, ну, он описан, не этот случай, он был в конце жизни, совсем за несколько недель до смерти, были гастроли в Калининграде. Не в подмосковном Калининграде, а в Калининграде, вот, в Кёнигсберге. Вот, и там было больше 20 концертов за 5 дней. Он привез очень большие деньги. И пришел человек с проблемой, и он эти деньги отдал все. Не только потому, что там, как бы, особенно относился к этому человеку, а, в общем, понимал, что есть что-то в жизни важнее, чем деньги. Надеетесь, что мы впишемся. Никита, 55 лет, четвертый раз стать отцом, да, это что значит? Я счастлив. Вот, когда я зашел, да, не первый раз уже прихожу в роддом за детьми своими. Вот, но я вот еле чуть не плакал, а и причем не от счастья, не от волнения, а от счастья. Так что очень я доволен тем, что я еще раз стал отцом. Но я повторяю, я этого не планировал, это случилось, и я счастлив. Это тут нету такого, что вот я думаю, ну, сколько тебе осталось еще коптить, а может быть, вот там, там, кто-то там начинает говорить, что вот тебе надо его там женить, там, я не знаю. Вот надо, чтобы он был. Вот это такое счастье, что вот родился человек новый. Что старшие знают о деде? У них широкие достаточно интересы. Тот, который вот китайский, Данька, ну, он второй по старшинству, он переводил Высоцкого на китайский. Обнаружил большое количество китайцев, которые переводили Высоцкого. Ну, я думаю, что и старшие, и младшие, для них достаточно важно, что они Высоцкие. Это финиш. ТАСС, я никогда не хочу показаться банальным, но это было охренительно. Ну, отлично, я очень рад. Вот, спасибо, у меня не было такого опыта никогда, вот теперь он у меня есть, и Кириллу, и всем ребятам, тебе спасибо большое. Ну что, поехали? Да, едем за вами. Никита, у меня завершающий вопрос. Что отец о вас думает? Бывают такие мысли, что там рано или поздно, я не говорю, там встретимся, но рано или поздно какой-то мне будет сигнал, что, мол, Никита, не туда идешь. Хотя, кто знает, не знаю, мне кажется, быть похожим на Высоцкого, это банальная вещь, я часто это говорю. Это значит, надо быть похожим только на самого себя, точно не на него. И я никогда не стремился быть его дублем. Вот, это невозможно и не нужно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok